Здравствуйте, братья и сёстры! В эфире программа Екатеринодарской и Кубанской епархии «Отче дом». Сегодня в нашей программе состоится очень интересное, на мой взгляд, путешествие по святым местам. Но всё по порядку. Вот совсем недавно в Москве завершились 24-е международные рождественские образовательные чтения. Как всегда, Кубанскую епархию на них представляла большая делегация. А возглавил её благочинный церквей 1-го Екатеринодарского округа, руководитель отдела религиозного образования и катехизации, священник отец Александр Игнатов. А всего от Кубанской митрополии в чтениях приняло участие более 100 человек. Но вернёмся на Кубань. В конце января верующие молитвенно отметили 80-летие со дня мученической кончины епископа Памфила Лясковского. Благо теперь в самом центре Краснодара, на Всесвятском кладбище, возведён небольшой комплекс памяти владыки Памфила. В день 80-летия со дня мученической кончины епископа Памфила Лясковского с утра в часовне, которая построена над могилкой убиенного святителя, множество людей прикладываются к кресту, молятся. В 1936 году, 23 января по новому стилю, владыка Памфил, епископ Краснодарский и Кубанский, так тогда именовалась епархия, принял мученичество от безбожной власти. Его повесили на дереве во дворе дома. В храме всех святых, который расположен здесь же, на Старом Всесвятском кладбище, в этот памятный день отслужили божественную литургию, за которой помянули и убиенного епископа. Храм всех святых своего рода тоже мученик. Он совсем недавно был восстановлен после того, как его закрыли в советские годы. Вообще и храм, и вся эта территория Старого кладбища носит название Кубанская Голгофа. Тела многих, не отрекшихся от православной веры, нашли здесь упокоение. После литургии в часовне над могилой убиенного епископа отслужили панихиду по владыке Памфилу. «И вселите Его, иди же, пресещая цвет лица Божия, Господу помолимся». Владыка восклавлял кубанскую епархию в 30-е годы 20-го столетия. Долгое время сведения о нем были крайне скудны, но народ почитает его как архиерея новомученика. А теперь кинопутешествие в Армению. Хочу напомнить, что большинство православных приходов Армении уже много лет составляют ереванское благочиние Кубанской епархии. Мы вам расскажем о сегодняшней жизни благочиния, но в следующих программах. А сегодня продолжим исторический очерк о православных святынях Армении. Мы движемся на север от столицы Армении в сторону границы с Грузией. Нас ждут средневековые памятники истории армянского зодчества, церковного искусства, да и самой Матери Церкви. Неправильно думать, что со времен Четвертого Вселенского, так называемого Халкидонского собора, а это 451 год, церковь Армении отпала от Вселенского православия. Да, часть ее не признала решение этого собора, но другая осталась верна Матери Церкви. На протяжении многих веков православная церковь то умолялась, то возвеличилась на территории многострадальной страны. По крайней мере, в Средние века здесь существовали общины, целые ветви княжеских родов, исповедовавших православную веру. Правда, в этот период часть армянских халкидонских общин переходит в юрисдикцию грузинской церкви. Подтверждение этому – монастырь Кабайр, расположенный в долине реки Дебет. Поздней осенью, когда мы прибыли сюда, ветер обносил желтеющую листву с молодых абрикосовых дерев, которыми усажен был весь склон горы. На одном из утесов его и приютился совсем не древний для Армении средневековый монастырь Кабайр. Попасть в него оказалось не так-то и просто. Тропа из разрушенных временем каменных ступеней петляла по очень крутому склону. Тут и там под ногами попадались старинные надгробные плиты. Сегодня к нашей экспедиции присоединился благочинный церквей Ереванского округа отец Арсений Григорианс. В свое время монастырь имел очень выгодное в оборонительном смысле расположение. А сегодня с его руин открываются прекрасные виды на окрестности. Монастырь этот был основан в XI веке приверженцами армянской апостольской церкви. Но в середине XIII века его заселяют монахи Халкидониты, то есть монастырь становится частью Вселенской церкви. Вот этот храм XIII века. Здесь росписи. В 1276 году он был основательно восстановлен, а шесть лет спустя были вот эти росписи, произведения росписи храма при Иноке Георгии. Он был сыном Шах-Нен-Шаха, который был из православной ветви рода Захарянов. Со времен православной общины нам, паломникам последующих веков, достались наследства, разрушаемые стихиями, великолепные фрески. Выполнены они в традициях армянской, византийской и грузинской иконописи. Взирая на древние святыни и окружающие горы, сама собой с уст срывается молитва. Богородица Деву, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в жена и благословен плачево. Стирусомен тын Дэйси Нимон, то Кирио, 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 Кирио. Стирусомен тын Дэйси Нимон, то Кирио, 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 Кир Продолжение следует... Продолжение следует... Надпись на армянском языке на одном из хачкаров, древнем каменном кресте, сообщает нам о возведении в 1188 году Мариам, дочерью царя Ташир Дзарагета Кюрике, церкви Пресвятой Богородицы. Сегодня монастырский комплекс состоит из главного храма во имя Пресвятой Богородицы, отдельно стоящей однозальной церкви святителя Василия Великого, четырехчасовин и руин братского корпуса. Комплекс посещает немало туристов и паломников из разных стран. Однако пора и нам войти под своды этого великолепного средневекового храма. Мы находимся в монастыре Ахтала, Ахтальском монастыре Святой Богородицы. Ахтальский монастырь был основан в конце XII века, а в XIII веке перешел во время княжества Ивана Захаряна в православной общине монашеской. И вот этот величественный храм был построен уже в начале XIII века. Храм украшен замечательными фресками и надписи на греческом и грузинских языках, которые свидетельствуют, что этот храм является православным. Вот и вся архитектура храма тоже об этом свидетельствует. В алтарной части изображены свидетели, среди которых, вот если вы посмотрите от центра справа, это Григорий Просвятитель Великий Армений и другие известные святители православной церкви. Алтарная часть главного храма совсем немного приподнята над общей площадью. Это главное отличие православного храма от армяно-грегорианского. И вот видите, вот салия, она обычно бывает ниже, чем в армянских апостольских храмах. И можно прямо войти через центр в алтарь. В армянских апостольских храмах обычно надо обходиться. В начале XIX века Армения вошла в состав Российской империи, восточной части Армении. И вот по указанию императора Александра I, Ахтарский монастырь был передан греческой православной общине. И в конце уже XIX века сюда пришли русские иноки, которые всю территорию, которая была в очень запущенном состоянии, они все привели в порядок, почистили, благоустроили территорию. Особенно в этом подвиге, благоугодном деле, если настоятель этого монастыря, Филарет. Он построил братский корпус, трапезную. Здесь был иконостас. И где-то в начале XX века около 30 насельников имел Ахтальский монастырь. В конце XIX века, когда здесь подвязались православные иноки, алтарь отделен был привычным нашему взору иконостасом. Исчез он уже в богоборческие времена. Кстати сказать, монастырь, а вернее его насельники, а затем и насельницы, довольно долго прожили в этом горном медвежьем углу на границе двух советских республик. Последние монахи не оставили земной мир уже в 70-х годах XX века. Найдем могилки, чтобы показать вот это. В советское время монастырь закрыли. И здесь оставалась после этого уже женская община монашеская. И вот это последняя насельница этой женской общины, инокиня Елизавета. Главная достопримечательность храма, это его фрески. Расписан он был в самом начале XIII века несколькими мастерами. Специалисты насчитывают здесь до восьми иконографических стилей. Главная достопримечательность храма, В конце XVIII века было здесь нашествие кавказских горцев из Дагестана. И во время этого нашествия горцы вошли в храм и хотели найти людей, которые здесь скрывались. А в это время здесь был епископ Сафроний Ахтальский, который причинил в греческую церковь ликовых святых. И они вот наверху есть тайные комнаты. И вот они, группа из трех, наверное, где-то 30 человек собрались в этих комнатах наверху. Но они вошли, видят, никого нет. Но случайно заплакал ребенок. И они услышали вот такое местное предание, что плач ребенка. И из пушки выстрелили в этом направлении, откуда слышался этот плач ребенка. И вот видите, лик огородицы поврежден. Прямо на этом месте отверстие от пушечного виска. Прямо на этом месте отверстие от пушечного виска. Прямо на этом месте отверстие от пушечного виска.